Доброе утро! Доброе утро! Югорчане в новогодние праздники не отдыхали. Я хочу сказать, что югорчане сами ищут у нас мошенников. Почему? Потому что начинают искать выгодные предложения, товары и услуги на сайтах. Начинают искать предложения, как, к примеру, у нас жительница Ханты-Мансийская бронировала поездку из Москвы в Санкт-Петербург и лишилась более 50 тысяч рублей. То есть активно у нас наши югорчане пытались, видимо, посетить родственников, друзей и обогатить мошенников. Поэтому вот такие случаи были. Но цифры растут и, конечно, нас это не радует. Скажите, можно ли сказать, на чем чаще всего попадались жители Югры конкретно во время новогодних каникул? Ну, новогодние каникулы – это товары и услуги. Тоже приобретали все возможные на фишинговых сайтах. Опять-таки повторимся, что такое фишинговые сайты. Это когда сайты-двойники, когда цифра, одна или буква меняется в адресной строке. Фактически сайт выглядит так же, как выглядит оригинальный сайт. Наши люди покупают по заманчивым предложениям всевозможные товары, услуги. Вот житель Сургута у нас, к примеру, хотел приобрести автомобиль, перевел в залог в сумме 730 тысяч рублей. Ну, соответственно, ни денег, ни автомобиля, ничего нет. Информацию не перепроверил. Общение с мошенниками наш югорчане, к сожалению, продолжают в мессенджерах. Это, как правило, WhatsApp, Viber. Ну, хочу сказать, что продавцы, настоящие продавцы никогда с вами не будут переписываться, убеждать вас, что это действительно привлекательная цена. Поэтому, если мы говорим о новогодних праздниках, то это товары и услуги и поездки через сервис Блаблакар. Это как раз-таки в гости к родным английским. Софья Михайловна, еще наткнулась в интернете на информацию о том, что сейчас популярны среди мошенников сайты, где они предлагают инвестировать свои средства. Ну, в том числе от всеми известных банков. Да, совершенно верно. Вот, к примеру, у нас жительница Пытьяха пыталась заработать денежные средства на протяжении, ну, это еще с того года у нас было. Ноябрь-декабрь общалась с мошенниками, пыталась заработать на некой фондовой бирже. Они даже позволили ей вывести два раза денежные средства в размере 30-50 тысяч рублей. То есть пытаясь убедить, да, затянуть дальше. В итоге она перевела почти 2 миллиона рублей. В основном, конечно, деньги это были кредитные, заемные. Ну, и в 6 января пришла и написала заявление в отдел полиции. Ну, естественно, злоумышленники уже наверняка переоформили все. Переоформили все, да. Как правило, такие преступления трудно раскрываемые. Мы уже с вами неоднократно говорили, что, конечно, для нас проще эти преступления предупредить, да, потому что раскрывать их крайне тяжело. Мошенники находятся в других субъектах Российской Федерации, используют, как мы уже с вами говорили, технические возможности в виде подмены номера, да. Когда мы будем реально видеть, что вам звонят некие сотрудники банков, якобы сотрудники полиции, в действительности номер подменный. Фразы. Еще есть, существуют, оказывается, такие фразы, которые используют злоумышленники, и по ним можно определить, якобы, что информация ложная, которую они пытаются донести. Ну, первое, то, что должно насторожить нас, это когда вам звонят и называют вас по фамилии, имя, отчество, да. То есть вы должны понимать, что уже некие персональные данные, да, которые мошенники пользуются. У них уже есть. У них уже есть, да. Дальше, конечно, если это сотрудники якобы банков, которые говорят о том, что происходит несанкционированное списание денежных средств. Еще раз хочу сказать, что сотрудники банков никогда не звонят и не сообщают такую информацию по телефону. По телефону, конечно. То есть если даже что-то происходит, вас пригласят в банк, да, и скажу, что, конечно, и сотрудники полиции никогда не будут звонить и говорить о том, что, там, помогите нам раскрыть, да, мошенничество или задержать мошенника, и выполните некие, там, функции, которые, там, перезвонит другой сотрудник, да, и попросит вас делать. Ни в коем случае этого делать нельзя. Всю информацию нужно перепроверять, перезванивать по реальным номерам телефона, да, и думать, да, сохранять бдительными в любом случае. Да, совершенно верно. Всегда. Давайте напомним, куда обращаться, если все-таки случилось так, что человек попался на уловки мошенников. Ну, незамедлительно нужно, конечно, блокировать свои карты, это банковские учреждения, и идти в ближайший отдел внутренних дел, писать заявление, да, при влечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, а дальше уже будем проводить проверку и возбуждать уголовное дело. Поэтому ближайший отдел полиции, да, или на сайте ОМВД России по ХМАО Югре можно в разделе обращения граждан писать заявление. Большое спасибо вам за информативную беседу. Будем надеяться, что наши югорчане будут внимательнее относиться к своим сбережениям. С гостей прощаюсь с вами, дорогие телезрители. Увидимся через пару минут. Оставайтесь с нами. Аминь. Аминь.